Кто не сажал дерево, тому не лежать в тени. В нашем случае речь идет о тех, кто в Чите рубит деревья и варварски уродует их. Сегодня то, что называется озеленением, оставляет много вопросов. Чиновники аргументируют вырубку взрослых деревьев как-то так. Ну, срубили, значит, так надо было. Мы же новые посадим, а вы ничего не понимаете. Вот только сажают в городе непригодные для такой среды растения, которые погибают. Есть ли здесь логика и здравый смысл – вопрос сложный. 12 мая в Чите общественная палата провела жилищный форум. Одним из главных вопросов была комфортная городская среда. В центре внимания оказался вопрос уничтожения деревьев в городе. У нас к вам огромнейшая просьба с вашей позиции прекратить уничтожение зеленых насаждений в нашем городе. Это самая, я понимаю, сейчас проблема. У нас город, понимаете, мы вас очень просим все сейчас, сегодня, пользуясь случаем, потому что мы сделали все, что от нас зависит. Мы написали во все структуры, прокуратуры, следственные команды, мы все, что могли, сделали. Мы вчера с полковой встречались с городской администрацией. Понимаете, мы никем не услышаны. Никем не услышаны. Уже стандартный исход каких-либо попыток воспользоваться законным правом людей на изъявление воли. Выступавший спикер, депутат Государственной думы генерал Андрей Гурулев считает, что мало того, что в городе нет главы, который должен головой отвечать за происходящее, так еще и за деревья. Некая мадам пойдет на выход. Эта система управления нам навязана из нее. Она бестолковая и глупая. Должен быть единый хозяин города. Вызывается он глава. Это мэр, мэр, глава города. Все остальные чуть сбоку. Есть городская дума. Нужна вопрос, нет. Пускай не решает вопросы. Но отвечает башкой за все один человек. Глава города. Кто и какой частью тела отвечает за происходящее в городе и отвечает ли вообще тема интересная. Однако в центре остается вопрос экологии. На встрече выступали эксперты, которые открыто заявляли, что ель не может жить в городе. А так называемая обрезка просто уродует когда-то здоровое зеленое дерево. Говорят, у нас тут посадили много красивых елочек. Мы их обследовали. То, что на площади декабристов, это еще хорошее состояние по сравнению с остальным городом. Что мы видим? Из семи обследованных елочек, семь осыпаются. Они посыпались от 15 до 60 процентов хвои. В основном с южной стороны. Наше яркое забайкальское солнце и сухие зимы это не для елок. Елки в таких условиях не живут. Да, у них еще живые почки. Мы проверяли. Но елка без хвои. В каком она состоянии будет? Весной. В июне, когда вы ее отливать собрались. Она ослаблена. Она не сможет за лето создать достаточно биомассы, чтобы перезимовать. По мнению эксперта, радикальная обрезка тополей крайне негативно сказывается на состоянии дерева. Туда, где остается срез, попадают осадки и начинается гниение. В дереве живут грибки и бактерии, которые разрушают древесину. Пытаясь восполнить утраченные ресурсы, активизируются спящие почки. И ветки дерева начинают расти совершенно хаотично. В борьбе за жизнь у тополя начинается корневая поросль, которая выходит из-под земли и взламывает асфальт. Крона в объеме уменьшается в 30 раз по сравнению с необрезанным деревом. В 30 раз. Это не шуточки. Сколько тени и сколько кислорода даст необрезанное, нормально развитое, здоровое дерево. И сколько вот такой обрубок. Наиболее оптимальным вариантом для Читы оказался Ильм, который наиболее приспособлен к забайкальскому климату, неприхотлив и гораздо легче переносит обрезку. А не елка, саженец которой стоит в районе 15 тысяч рублей, и который обрекает на верную смерть. Комфортная среда начинается не с голубого неба, а с воздуха. В нашем районе нечем дышать. Наш район пахнет галкой, потому что стало тепло. Очистные сооружения заработали, частный сектор заработал. Все это амбре находится здесь. На сегодняшний день активные жители краевого центра вышли к министерству ЖКХ со списком предложений по озеленению города. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня в городе продолжают жестоко обезглавливать деревья, которые боролись за жизнь десятки и сотни лет. Теперь это делают и ночью. Наверное, чтобы лишний раз надоедливые горожане и журналисты не мешали работать. Рубят и режут безжалостно, потому что якобы так захотели сами жители, а мы, мол, лишь исполняем заказ. Валерия Наумова, Евгений Погорелый. ЗАПТ-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова